МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 5,6 FM. Например, бывших дач, заросших травой и кустарником. Во многих случаях пламя угрожало жилым домам и хозяйственным постройкам. Потрачены колоссальные ресурсы, задействованы все возможные силы пожарной охраны. Это беспрецедентные просто цифры. Для сравнения, в прошлом году столько выезда было практически за целый месяц. В данной связи хотелось бы обратить внимание наших граждан о том, что категорически запрещено сжигать мусор. Есть на это соответствующие требования правил пожарной безопасности, постановлений правительства Российской Федерации. Пока пожары полыхали в районах Мордовии, беда едва не случилась в столице региона. 29 апреля примерно в 18 часов 40 минут начался пожар в 10-этажном панельном доме номер 15А на улице Солнечная в северо-западной части Саранска. Загорение происходило в кладовке между 7 и 8 этажом. Распространение шло на подъезд здания. Сильный состав был списан около 15 человек. Эвкулиров 20 человек. По неустановленной пока причине произошел мощный выброс пламени в коридор. В результате этого загорелись перила и дверь в тамбур. Сильный огонь и густой дым создали угрозу жизням жителей квартир 7, 8, 9 и 10 этажей. В опасности оказались десятки людей. К счастью, обошлось без пострадавших. А вот в Розаевке все закончилось более трагически. 1 мая в 23 часа 15 минут в единую дежурно-диспетчерскую службу Розаевского района поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома на улице Царева. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение крыши и квартиры номер один, в которой проживал мужчина 1958 года рождения. В одной из квартир в ходе тушения пожара были обнаружены трупы двух мужчин, погибших непосредственно в результате данного пожара. Оба мужчины вели асоциальный образ жизни, не работали. Помещение, в котором они проживали, было обесточено и не имело отопления. Логическая цепь событий привела их к такому печальному концу. В ходе тушения пожара было задействовано 13 человек личного состава, 4 единицы техники МЧС и добровольных пожарных подразделений. Угроза распространения огня на соседнюю квартиру была предотвращена. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Сотрудникам МЧС в эти праздничные дни приходилось постоянно выезжать на звонки жителей районов Мордовии. В основном это касалось полыхающих полей и заброшенных строений. Пожары зафиксированы в лесах и на территории населенных пунктов. Зачастую виновниками возгорания становились сами местные жители. В республике введен до 31 августа особый противопожарный режим, и его нарушение карается крупными административными штрафами. Негативные последствия такой безответственной деятельности наших граждан привели к тому, что сгорело уже больше 20 нежилых строений. Слава богу, огонь не дошел до жилья и не привел к трагедиям гораздо более масштабным. Но также природе нанесен колоссальный ущерб. Пять пожаров у нас также зарегистрировано лесных. В четырех случаях горела подстилка лесная, и в одном случае огонь выходил на верховой уже пожар. В результате сгорело почти три гектара леса. За разжигание костров, сжигание сухой травы и мусора предусмотрен штраф от двух до четырех тысяч рублей для физических лиц. А для юридических нарушение обернется потерей до полумиллиона рублей. Евгений Волков, программа «Происшествия». С 30 апреля 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в собственном доме в поселке Примокшанский, Калуткинского района, Республике Мордове, тела 75-летней женщины. В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что смерть женщин носит насильственных характер и наступила от множественных телесных порождений и травматического шока. По данному факту, Калуткинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордове возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей. Следователем Следственного комитета в взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 41-летний сын погибший. По версии следствия, утром 30 апреля текущего года подозреваемый избил свою мать за отказ дать денег ему на спиртное. После этого он нашел деньги у матери и приобрел на них алкоголь. К вечеру к ним домой зашла соседка и, обнаружив пострадавшую, лежащую на полу, вызвала скорую помощь. Однако медицинские работы лишь консортировались смерть потерпевшей. В настоящее время с подозреваемым работают следователи. Свою причастность к совершенному преступлению он не отрицает. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление на доказательственные базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого. Меры пресечения расследования продолжаются. Рефат Кучаев, следователь Ковылкинского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия. Большая Березняковская полиция разыскивает без вести пропавшего Толоконцева Александра Александровича 1993 года рождения, который 15 ноября рада утром выехал из Саранска на своей автомашине в райцентр и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы Толоконцева. Рост 165-167 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза серо-голубые. Был одет. Шерстяная кофта крупной вязки серого цвета с капюшоном, штаны спортивные темно-синего цвета, кроссовки зимние серо-синего цвета с белыми вставками. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Толоконцева, просьба сообщить по телефону в Больших Березняках 2-23-70, 2-13-74 или 102. Первый отдел полиции Саранска разыскивает без вести пропавшего Куликова Алексея Владимировича 1977 года рождения, который 19 марта ушел из дома в поселке Николаевка, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Примета Куликова на вид 40 лет, рост 165-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы прямые и темно-русые. Был одет курткой-ветровкой темного цвета, спортивные трико и кроссовки темного цвета. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Куликова, просьба сообщить по телефону 29-77-88, 29-77-61 или 102. Следственный комитет Мордовии разыскивает 63-летнего жителя Качкуровского района земли на Александра Александровича, который в июле 2016 года ушел из дома своего знакомого в селе Напольное Тафло, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По факту его безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Приметы Зимина. Рост 175 сантиметров, волосы седые и глаза темные. Был одет в короткую трехсветную куртку, черный каменезон, темно-коричневые ботинки. Особые приметы. Родимое пятно на лице. Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Зимина или обстоятельствах его исчезновения, просьба сообщить по телефону 56-07-14 или 102. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. 105 и 6 ФМ 105 и 6 ФМ Милицейская волна Пожарная охрана город 2 Продолжение следует...